всем привет дорогие друзья в эфире rain game studio и у нас с вами первый выпуск из цикла создания клона divinity на unity но если быть точнее то клон divinity это понятно дело достаточно громкое заявление наша цель создать изометрическую rpg с пошаговыми боями и за основу мы берем механики из divinity original sin 2 первое что я сделал это создал архитектуру проекта с точки зрения базового гейм-дизайна здесь управление игровыми режимами и управление собственно управлением то есть грубо говоря контролем ввода данную систему я стырил честным образом из движка unreal не отвечаю что там она работает именно так потому что я занимался этим бежком буквально там пару месяцев тройку пару тройку месяцев где-то я в нем ковырялся и но как бы естественно всех каких-то подоплек я не знаю но мне понравилась концепция и я реализовал на основе этой концепции свою собственную как она там насколько она похожа на правду вообще мне насрать но сразу хочу предупредить что если вдруг будет это видео смотреть какой-то неофит который будет увидеть у меня какие-то странные штуки и задаваться вопросом какого хера у меня это есть а у него этого нет в движке почему так что зачем что нужно какой плагин поставить так далее ничего ставить не нужно этого нет и быть не может потому что эта хрень вся самописная но реализуется она крайне просто я постараюсь показать а значит в чем суть у нас есть ну день контроллер это какая-то срань просто которая будет вот висеть все время на сцене и что-то там себе думать название как бы говорит сама за себя но на деле пока что там практически ничего нет был у меня один товарищ знакомый который утверждал что ни в коем случае нельзя называть скрипты с со словом контроллер потому что а я и фу таким быть срал я короче на это мнение идем дальше игровые режимы что они себя представляют игровой режим подразумевается что в игре их может быть несколько да то есть может быть какие-то именно разные игровые механики которые нужно реализовывать независимо друг от друга может быть глобально то есть в моем случае я разделил три глобальных режима когда игра работает в режиме главного меню когда игра работает со стандартным понимание и когда игра находятся в режиме боя соответственно у нас есть три игровых режима это комбат айдл и нами что это вообще за фигня то есть что это за объекты это сейчас мы до них дойдем вот они у меня здесь лежат как они работают каждый из них в один момент времени может существовать только один из них и вот он записывается вот сюда в актив game mode и он уже отрабатывает всю дальнейшую логику приложения при этом ему не обязательно быть завязанным на все системы потому что некоторые внешние системы наоборот завязаны на эти режимы в частности я создал три тестовых скрипта которые нихрена не делают они просто существуют но каждый из них завязан на свой игровой режим боевой обычный и main menu так как у нас по умолчанию стоит что дефолтный game вот это main menu соответственно он первым применяется давайте запустим и посмотрим что получим в итоге вот автоматический актив game вот становится main menu game вот а здесь скрипты дезактивируются и остается только тот скрипт который следит именно за этим игровым режимом соответственно при смене игрового режима они будут переключаться игровые режимы вот они у меня здесь опять-таки тоже вопрос к иконочкам я их тупо сам нарисовал чтобы я хотел чтобы у меня было красиво никакого логического смысла в этом нет просто хотел чтобы было красиво что из себя представляет игровой режим игровой режим из себя представляет это скрипты был обжиг то есть если мы его откроем то мы увидим достаточно пустой класс практически ничего в нем нет есть только события о том что он активировался или дезактивировался и как следствие уведомления об этом всех кому это интересно есть соответственно ссылочка на для движка чтобы можно было эти скрипта был обжиг и создавать и есть ссылочка на input manager что такое input manager input manager это тоже скрипты пол обжиг точно так же и он свою очередь уже отвечает за проверку клавишки и были нажаты клавиши и все это дело упаковывается в одну коллекцию и отдается куда-нибудь дальше потом что такое клавиши как мы видим это некий input action возвращаемся в движок посмотрим вот у меня здесь есть экшенсы выглядят они вот так вот это по совести тоже скрипта был обжиг ты которых мы задаем то как мы обрабатываем эту клавишу то есть постоянно нажатая просто нажатая или отпущены соответственно в любой момент времени мы можем создать новый экшен и настроить его так как нам удобно то есть любую клавишу сюда приписать пофигу какую и да вот так работает потом мы идем собственно в input manager да здесь у нас есть множество input менеджеров которые по совести точно так же представляют из себя скрипта был обжиг ты и внутри содержат только коллекцию из этих самых экшенов то есть из кнопочек сейчас вот у меня есть вот main menu input manager который привязан к и main menu main menu game mode и здесь соответственно четыре кнопки left right up down каждая из них настроена по разному то есть это вас стандартный но отработка по-разному то есть кей даун кей пресс от кей пресса кей ап вот и соответственно у меня здесь в самом гейм моде вот что написано то есть мы получаем точнее даже не получаем а мы просто в апдейте запускаем метод тик который проверяет все клавиши по их настройки дальше вызывается обычный юнический input который соответственно передает туда код клавиши и все это складывает но результат складывает в коллекцию коллекция получается у нас вот отсюда и просто тупо и все что в ней есть выводится в консоль то есть сейчас никакого практического смысла в этой фигне нет это было сделано просто для дебага чтобы посмотреть чё будет то есть вот мы запустим и можем попробовать понажимать кнопочки вот кнопочка а я нажимаю на сразу же отрабатывает кнопочка w нажимаю она работает а я перестает кнопочка с нажимаю ни черта отпускаю она работает вот и кнопочка d соответственно точно так же пока жму она работает могу нажать их одновременно и как следствие все работает все хорошо на этом пока все это базовая информация которая есть сейчас в проекте больше ничего нету следующим этапом мы возьмем уже эту систему и с помощью нее заставим камеру летать по локации так как нам этого хочется добавим туда уже управление мышкой еще плюсом ко всему туда же вкряжем может быть немножко это все полирнем и все это будет работать собственно это конец полезной информации а если вдруг кто-то хочет себе грубо говоря исходники проекта их можно получить на бусти описание к видео выложу ссылочку у меня есть сервер в дискорде у меня есть бусти если ну еще у меня есть telegram чат но он типа закрытый туда можно тоже только через бусти попасть но суть в том что если есть какие-то вопросы прям какие-то по тому по тем продуктам которые мы делаем то это все в дискорд если есть вопросы по видео то можете оставаться здесь просто в комментариях я постараюсь всем всегда отвечать если же есть желание покопаться во всем этом безобразии лично и соответственно ну может быть придумать какие-то свои дальше развития то это уже на бусти собственно и все всем спасибо за просмотр увидимся в следующем видео спасибо спасибо